В эфире Beauty Time. Всем здравствуйте. В ближайшие 20 минут о жизни в самом красивом ее проявлении. О том, что модельный бизнес сегодня привлекает не только молодых девушек, мы говорили уже не раз. Еще одно подтверждение этой тенденции – профессиональные конкурсы, в котором участвуют как совсем маленькие, так и взрослые. О масштабном проекте под названием «Я-модель», который готовят в нашем городе уже несколько месяцев, смотрите прямо сейчас. Сегодня модельный бизнес открыт для всех и представлять коллекции на подиуме и в журналах можно в любом возрасте и даже в любой комплекции. Что касается детского моделинга, это уже самостоятельная индустрия с показами и фотосессиями и даже со специализированными агентствами и неделями моды. Региональный проект «Я-модель» еще очень молодой, но весьма перспективный. Масштабы конкурса впечатляют не только любителей, но и профессионалов. Конкурс – это уникальное, грандиозное и широкомасштабное по своей географии мероприятие. Во-первых, это красивейшее шоу, то есть стилистика, наполняемость различными сюжетами. Это присутствие московского жюри, московских звезд, дизайнеров, режиссеров-постановщиков, фотографов с мировым именем. Также уникальность нашего конкурса и вообще проекта в целом заключается в том, что дети из глубинок и маленьких городов всей Челябинской области могут поучаствовать в таком грандиозном проекте и также побороться за главные призы. В финальном шоу модели представят на подиуме коллекции известных детских брендов. Этому предшествуют обязательные примерки и репетиции. Подборку мы производим таким образом, чтобы эти вещи, одежда, обувь, аксессуары все сочетались между собой, чтобы они смотрелись в тенденциях, чтобы они были яркими, жизнерадостными. Они хорошо смотрятся и на подиуме, и в повседневной жизни. Это очень интересный, очень нужный проект нашему городу, да и вообще, наверное, всему миру моды. То есть дети учатся всем, а зам именно моделинга, модельного бизнеса. Они растут у нас, развиваются, становятся маленькими профессиональными моделями. Когда мы участвуем, например, в Москве на неделе моды, в 8 часов мы заходим в Манеж и выходим только в 3, в 4, в 5 дня. То есть это достаточно такой трудоемкий процесс. Наш конкурс, он даст полную картину, понимание, что это такое. Сейчас возможности модельного бизнеса безграничны. Главное – уметь правильно подать себя. Ребенок должен быть красивый, коммуникабельный, артистичный. То есть это детская мода. Модель должна быть красивой не только внешне, но и душой. Это очень видно на подиуме. И, конечно же, обладать какой-то своей особой энергетикой. Я думаю, что все будет очень хорошо, все будет очень красиво. Я, как организатор, стараюсь все сделать так, чтобы это было похоже на сказку, и каждый ребенок уже почувствовал себя звездой. В сценическом мире говорят, что детей нельзя переиграть. Именно поэтому шоу «Я – модель» станет захватывающим и вместе с тем трогательным. Кстати, организаторы большое внимание уделяют не только постановке дефиле, но и сценографии и оригинальным спецэффектам. Весенняя распродажа брендов это возможность пополнить свой гардероб новыми комплектами по приемлемой цене. Цельный образ из нескольких вещей в период поступления новой коллекции порой может быть не по карману. А чтобы в дни распродажи избежать лишних покупок, можно воспользоваться принципами формирования рационального гардероба. О них нам напоминает стилист-имиджмейкер Марина Синдюкова. Очень часто женщины в период распродаж страдают манией шипоголизма, скупают все подряд, а потом не знают, что с чем носить. И получается, вещей много, а носить нечего. Я бы рекомендовала при покупке вещей на распродаже все-таки думать о том, какие комплекты из этого получатся. Потому что современная мода, современная жизнь диктует, чтобы образ был гармоничный, чтобы все со всем сочеталось. Даже очень эклектичные образы, даже образы, где сочетаются два, казалось бы, несочетаемых стиля, они должны быть продуманы и выверены. Стилисты советуют составлять комплекты в рамках одного или двух родственных брендов. Так соответствовать друг другу по качеству будут и ткани, и линии, и крой. В нашем случае это одежда-карактер с традиционным размерным рядом, а также Елена Миро, марка с расширенной линейкой, позволяющая быть элегантной женщине в любом размере. Также в период распродаж стоит обратить внимание на универсальные базовые вещи. Хорошее пальто стоит хороших денег. И сейл – это прекрасная возможность приобрести себе такое пальто, одно базового цвета и одно какое-то яркое для вечернего выхода. Сейчас это обязательно условие гармоничного гардероба модного. Не стоит бояться таких покупок. Я считаю, лучше вложиться в дорогое качественное пальто, так как сейчас важно, чтобы верхней одежды в гардеробе было несколько на каждый сезон. Приобрести его по приятной цене. Сегодня на наших героинях были представлены образы марки Елена Миро и Карактер. Это две марки класса прет-а-порте. Я бы рекомендовала в этот период выбирать вещи, которые беспроигрышными будут для вас. Например, ваши лучшие оттенки или ваши выигрышные фактуры, которые вас украшают. Силуэтные решения, которые наиболее правильно обрамляют вашу фигуру. И тогда неважно, это вещь из новой коллекции или это вещь из распродажного периода. Причем я бы обратила внимание, что распродажи не всегда бывают сезонные, бывают межсезонные, бывают какие-то акции. Стоит следить сейчас за такой уникальной возможностью, чтобы вовремя оказаться в нужном месте и получить вещь своей мечты. Максимальное количество комплектов при минимальных вложениях – это главное правило рационального гардероба. Ну а чтобы в нем находилось место премиальным брендам, стоит отслеживать акции и распродажи. Тогда это будут не пустые траты, а разумная инвестиция. Трехдневный курс похудения без диет и тренировок. Три мощные аппаратные технологии для безупречной фигуры всего за 4,5 тысячи рублей в Медицинском центре наука красоты. 77 88 177 С 1 апреля. Бутик Елена Миро. Распродажа коллекций прошлых сезонов. Цены снижены до закупочных. Выгодный шоппинг с Еленой Миро. Бутик Елена Миро. Проспект Ленина, 65. Средняя общеобразовательная школа «Пеликан» объявляет набор учащихся с 1 по 11 класс. За 18 лет работы мы собрали коллектив опытных и преданных своей профессии учителей. Подробнее о школе на сайте pelican74.com Запись на экскурсии по телефонам 264-6109-214-5999 Бульяна Бережунина и Fading Project при поддержке Челябинской филармонии представляют Большой экспериментальный концерт «Электрические сны». 5 апреля. Конгресс на выставочный холл. Ленина, 35. Живая энергия, импровизация и электронное звучание. Билеты в городских зрелищных кассах и на сайте kassy.ru Это Beauty Time, программа о том, что делает нашу жизнь яркой. Продолжаем выпуск. Ее голос очаровывает и переносит в другую галактику. Джазовая музыка в сочетании с электронной. Так в двух словах можно описать экспериментальный концерт Ульяны Пережогиной. Это концерт, соединяющий в себе традиционные джазовые формы, звучание и электрические звуки. Звуковые фильтры, электрические сэмплы, работа диджея. В этом и экспериментальность данного концерта, вот в этом объединении. Этот экспериментальный концерт под названием «Электрические сны» мы представляем совместно с проектом «Fade In». Это объединение музыкантов челябинских, и не только челябинских, а из разных музыкальных миров. Наш проект – это смесь, некий синтез электронной музыки, но основана она на джазе. Это джаз, это фанк, это синтез фанк, это эсси джаз где-то. Ну вот, некое переплетение разных культур. Импровизация и электронное звучание, работа с залом и видеосопровождение, инсталляции и световое шоу. Увидеть все это своими глазами челябинцы смогут 5 апреля. О впечатлениях зрителей мы расскажем в нашем репортаже. Вы смотрите Beauty Time. Далее в выпуске несколько идей для обновления сезонного гардероба. Когда-то ткани с рисунками разделяли на растительные, животные, графические, сюжетные и комбинированные. В современной моде экспериментов на эту тему столько, что дизайнеры не успевают давать им определения. Оптические эффекты создаются за счет последовательного повторения изображаемого объекта. Таким образом, этот принт одновременно является и сюжетным, и графическим. Отдельные элементы при определенном повторении могут складываться в абстракции. Таким образом, блуза или платье по-разному воспринимается издалека и при ближайшем рассмотрении. Традиционная полоска требует контрастного соседства. Три и более цветов в комплекте – это признак сегодняшней моды. Классические восточные орнаменты не выглядят слишком поэтнически, если представлены с однотонными предметами. Строгие и с юмором, простые и сложные, принтов существует столько, сколько характеров и эмоций. Ну, словом, все как в жизни. Вы смотрите программу «Бьюти Тайм». Продолжаем выпуск. Девять дизайнеров из Москвы, Казани и Челябинска представили последние коллекции платьев, аксессуаров и даже меховых изделий в рамках благотворительного проекта «Цвет твоей души». Моя задача стояла в том, что я хочу показать, что благотворительностью могут заниматься не только, как принято называть, но ВИПы, да, люди обеспеченные. Этим может заняться абсолютно любой человек, если у него соберется группа поддержки. Иногда нужно просто крикнуть о помощи, и люди организуются. Да, и хороший повод провести вечер и помочь детям. Цель этого вечера – сбор средств на лечение маленькой Лены и Златоуста, которая страдает ДЦП. Когда случается горе, есть несколько путей решения. Можно говорить об этом, писать в соцсетях, а можно делать добрые дела, поддержку тех детях, которые сегодня живут и которые сегодня нуждаются в этом. Все-таки красота спасет мир. И, в общем-то, действительно, когда именно благотворительность и красота, я считаю, что это не должно перекликаться обязательно. Благодаря этим мероприятиям можно хоть что-то сделать в пользу детям. Мода – это больше, чем красивая одежда. В ней находится место и экологическим, и социальным программам, популяризации искусства и просто дружеской помощи тем, кто в ней нуждается. Студия маникюра и педикюра «Лаки» в самом центре города на Алом Поле. Профессиональная обработка и стильное покрытие. Мы работаем одноразовыми инструментами. Студия «Лаки», проспект Ленина, 65. Если нужно, поможем с парковкой. Элегантный дизайн новой коллекции и неизменно высокое качество, за которое вам так нравится польская одежда. На Пушкино, 65 и Соне, Кривой, 30. Студия красоты «Гуфа». Подготовим к работе и празднику за один час. «Гуфа». Работаем для вас достойно и доступно. Телефон 266-400. Бульяна Бережунина и Fading Project при поддержке Челябинской филармонии представляют Большой экспериментальный концерт «Электрические сны». 5 апреля. Конгресс на выставочный холл «Ленина, 35». Живая энергия, импровизация и электронное звучание. Билеты в городских зрелищных кассах и на сайте kassy.ru Дом эстетики и медицины «Формула». Все, что нужно для красоты, легкости и хорошего самочувствия. Мы работаем, чтобы вы были стройнее, моложе и счастливее. Мода как увлечение, источник дохода и образ жизни. О личном и профессиональном, типичном и нестандартном, об истории развития, прогнозах и перспективах моды в Челябинске рассказывают те, кто ее создает. Это невозможно не любить, если ты здесь работаешь. И невозможно работать, если ты не любишь. Если бы мы просто стригли и красили волосы, не думаю, что парикмахеры были бы так успешны. И я, когда своих клиентов не вижу в своих вещах, меня очень это беспокоит. Думаю, неужели эта вещь не любима? Неужели она ей не подошла? Проект команды «Бьюти Тайм» – мода как бизнес. Смотрите на 31 канале. Вы смотрите «Бьюти Тайм». Красивые подробности красивых событий в формате «ноу-коммент» в завершении выпуска. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова